Возвращение в родные пенаты дожидаются 800 учеников этой школы. Пока они вынуждены получать образование в других учебных заведениях. За годы восстановления старинной самарской школы на капитальный ремонт здания было направлено больше 120 миллионов рублей из городского и областного бюджетов. Совсем скоро в здании снова зазвучат детские голоса на объекте. Завершены важнейшие работы. Укрепили фундамент несущей конструкции, заменили деревянные перекрытия. Перекрытия из деревянных заменены на монолитные железобетонные. На сегодняшний момент все работы, связанные с конструктивными изменениями на объекте завершены. Мы планомерно и уверенно вошли в стадию отделочных работ. Когда школу признали аварийной и закрыли, экспертиза здания показала, реконструировать его нельзя, нужно сносить и строить заново. Но в этом случае по требованиям санитарного законодательства пришлось бы сократить число учеников. Пойти на такое городские власти не могли. Нашли выход. Капитальный ремонт этого здания позволит сохранить учебные места и соблюсти требования. 81-я школа – это школа с давними традициями. Одна из самых старых школ города. И, конечно, люди хотят как можно быстрее вернуться в родные стены. Не случайно именно по этому объекту, это единственный объект, по которому у нас создан общественный совет, который инициировал родители, который тоже очень внимательно смотрит за сроками завершения работы. Глава администрации Самара Олег Фурсов обратился к губернатору с просьбой о дополнительной субсидии, которая позволит сократить сроки работ. Деньги были направлены, и теперь ремонт идет с опережением графика, чтобы ребята пошли учиться в родные стены уже 1 сентября. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События.